Единственный населенный пункт в Молдове, оснащенный умной системой энергоснабжения, находится на юге страны. Появился фотоэлектрический парк в селе Фештилица, Штефанводского района, на Гранд Евросоюза. А еще на эти деньги установили такие панели в гимназии, детсаду, доме культуры и примарии. Построили и котельные на биомассе. Проект будет завершен к середине лета. Специальный репортаж был показан накануне в рамках проекта «Респект Молдова», который выходит на нашем канале. Из Кишинева до Фештилицы 90 километров ждал нас примар, согласившийся стать гидом по-единственному, как он любит говорить, умному с энергетической точки зрения населенному пункту страны. Вот оно, достижение села. Фотоэлектрический парк. Этот парк будет сдан в эксплуатацию через несколько недель. Все, что связано с инфраструктурой, уже построено. Вот панель, которая будет накапливать энергию. Он построен на холме, на окраине села. Некогда тут была стихийная свалка. Теперь на этом месте тысячи солнечных панелей. Обошлись они в 4 миллиона леев. Местные власти надеются окупить инвестиции лет за пять. В местные детские сады ходят сто малышей. Для них созданы все условия. Есть вода, электричество, газ, канализация. За счет европейских грантов здание было капитально отремонтировано и утеплено. На днях на крыше установили солнечные батареи и завершается строительство котельной, которая будет работать на биомассе. Сдача в эксплуатацию намечена уже через пару недель. По подсчетам, модернизация позволит экономить до 40 тысяч леев в месяц. На сэкономленные деньги будут проводиться другие работы в учреждении. Нужно обновить мебель. Ее не меняли с момента открытия детсада. Аналогичные системы выработки электро- и теплоэнергии были установлены в Доме культуры, примарии и гимназии. Сэкономленные деньги, я думаю, направим на другие нужды. Будем обустраивать класс, а также инвестировать в многостороннее развитие образования. Топливо для котельных – это древесина, а точнее пилеты. Для их производства высадили специально на окраине села Тополя и Иву. В планах закупить оборудование для производства тех самых специальных гранул. Мы посадили более 10 тысяч саженцев. Чем больше используете эту плантацию, тем больше ветвей вырастает из стебля. Успешные проекты, реализованные в Фештилице, на этом не заканчиваются. На днях завершена установка уличного освещения. Умная система на основе экономичных светодиодных ламп. У нас было 4 километра освещения, за которое мы платили около 70 тысяч леи в год. На данный момент у нас 23 километра, за которые платим около 110 тысяч в год. То есть трехкратная экономия. Есть и дорога, и свет, и отремонтированная школа, и детсад, больница, магазины. Я думаю, это хорошо для нашего села. Условия хорошие. Вода, газ, свет. Протянули на улицах везде. Делают дороги. Спасибо. По словам директора агентства по энергоэффективности Александра Чудина, Фештилице – единственный населенный сельский пункт, сумевший реализовать проекты такого масштаба. Это доказывает другим населенным пунктам, что они могут обеспечить свою энергетическую независимость. У нас достаточно ветра, солнца и даже правовой базы для развития этого сектора. Проект в области возобновляемой энергетики окупается за 6-7 лет. Общая стоимость проектов, реализованных в Фештилице, превышает 20 миллионов леев. Большая часть денег – почти 16 миллионов – это гранты Евросоюза. Остальные – вклад правительства и место администрации. Часть расходов была покрыта за счет кредита. Субтитры создавал DimaTorzok